привет всем кто посмотрит записи у нас 14 ключ со среды по воскресенье был тема компетент компромисса компетентности и щедрости и мы в третьей неделе находимся относительно четверти эта третья неделя с 3 граммой нижней 3 граммой небес первого генного ключа и эта тема энтропии свежести и красоты которая раскрывается через призму 14 ключа в том числе эта тема открывается в данном ключе через огонь то есть 30 ключ 2 на 3 грамма огня он кстати идет тоже вот у нас начинается четверть инициации он идет как бы вторым тоже как бы третий ключ они здесь 1 2 3 3 ключ от начала четверти и и у нас есть программный партнер восьмой ключ четверти цивилизации с нижней 3 граммы программирующие дезориентация второй генный ключ ориентация и единство и противоположный элемент верхней это река огонь и вода и вот они были в транзите они программные партнеры они как-то друг на друга влияют мы не будем это включать но мы будем иметь ввиду это пространство и 14 ключ тема энтропии которая открывается как желание как желание изменить то что происходит как желание например сменить траекторию 14 ключ во многом про то я нахожусь в компромиссии где я есть и нахожусь компромиссии со своим собственным движением я нахожусь в компромиссии со средой с ресурсами с тем где я реально компетентен и оказываюсь ли я в среде где вдруг моя компетенция под вопросом моя я вдруг становлюсь посредственный восьмой ключ да я нахожусь не на своей территории и вот это энтропия как якобы ненахождение в том месте на той дороге на которой якобы должен находиться выливается в желание изменить а вот я хочу уехать куда-нибудь я хочу не знаю уехать из россии куда-нибудь не знаю на бали или вот если бы я тогда уехал часто на этой неделе всплывает что-то энтропия такая боль энтропии по какой-то упущенной или не той траектории по какой-то упущенной колее в которой бы я раскрылся компетентность бы раскрылась которая ждет это жгучее желание что-то с этим сделать и совершенно иное пространство когда я вдруг вдруг сдаюсь да сдаюсь форме второй ключ я нахожу ориентацию это ориентация внутри рождает свежесть я смотрю в эту боль я смотрю в эту меланхолию которую рождает три грамма небес и когда я вижу что это меланхолия просто там есть потому что она не может не быть сейчас я принимаю я позволяю этому теневом состоянии энтропии быть и она вдруг открывается как легкость я понимаю что я там где есть это только мой ум комментирует или недоволен моей траектории мое тело как некий объект в котором который движется и ум только успевает это комментировать я не могу при всем желании взять и уехать а если я сделаю так то есть займу какие-то ресурсы да 14 про ресурсы займу какие-то ресурсы из ума снимусь с места где-нибудь окажусь где мой ум кажется я должен быть или с теми людьми с которым моему кажется я должен быть и так далее и так далее я вдруг когда я в этом месте окажусь в какой-то среде я вдруг увижу что там та же самая моя посредственность и тот же самый компромисс потому что действие сделано из ума а не из какой-то органичной траектории и я пойду в компромисс например я займу денег это будет компромисс с каким-то материальным пространством либо пространство и люди которые кажутся мне нужными и где мне кажется я расцвету будут не готовы чтобы увидеть не мою компетенцию будут не готовы это принять и вот эта дилемма компромиссы теневых пространств 14 это жгучее желание которое используется на не на те не правильным образом то есть это будет какой-то компромисс это будет какой-то взаймы я что-то захочу я что-то возьму но карма того что я возьму насколько я смогу потом эту карму сжечь и вот здесь раскрывается секрет 14 ключа что я делаю это вот этот горящий свет три грамма небес 14 ключа который раскрывается как огонь а и я вдруг вспомнила сразу тему 50 ключа тему равномер равновесия и компромисса и что в 50 ключе верхние три грамма тоже огонь и что равновесие она находится не за счет того что я аккумулирую чтобы это равновесие как бесконечно здесь взял в одну руку чего-то в другую возьму в другую руку и типа так я нахожу равновесие нет элемент огня он про то что я сжигаю все не нужно и равновесие находится то что я избавляюсь и вот огонь внутренний огонь внутреннее солнце оно про сжигание ресурсов ненужных которые открывают эту траекторию то есть вместо того чтобы я помимо того что недоволен этого местом или чем-то неважно наступает меланхолия энтропия что-то пытаясь с этим сделать я нахлобучиваю поверх что-то этого некий кредит вместо этого я должна увидеть эту энтропию начать ее как бы сжигать начать ее сжигать изнутри собственного тела высвобождать пространство и вдруг мне кристально ясно откроется что должно делать какое мое движение какое мое место и что я уже нахожусь в нужном мне месте и вот этот огонь пищеварения он очень крутый 14 ключ как 50 это такая неделя где я могу попаститься немножко это физиологически это тонкий кишечник соответственно 14 это внутреннее солнце и когда я сжигаю все ненужное в своем теле оно очищается начинает светить этот внутренний свет и этот внутренний свет очистив мою форму начинает распространяться на окружающих 14 ключ он индивидуальный ключ но он принадлежит пенте он принадлежит малой группе то есть это ключ очень индивидуальный то есть он не про то чтобы о я сейчас поделюсь ресурсами или о я поддержу кого-то своими ресурсами своими навыками нет я усиливаю себя я очищаю себя внутренним огнем и это начинает усиливать других и чем более я чистый тем чем более я легкий другими словами чем более я свеж и легок частоты дара этих элементов тем больше ко мне приходит ресурсов и моя пропускная способность увеличивается и канал 14.2 соединение со вторым ключом с чистым иним это то куда заходит потом ресурсы 14 вот в эту пустую колонну вот в эту колонну ориентации в пустоте ориентации в пространстве где нету земли нету заземления это элемент земли но там происходит не заземление а там происходит я опираюсь на пустоту я ориентируюсь в пустоте своей собственной формы форма это иллюзия и вот 14 они позволяют ресурсом приходить через легкость проходить через вторые ворота потом заходить в первые ворота в ян из ин в ян начинает реализация и восьмыми программный партнер начинает это все течь верхняя треграмма реки начинает происходить движение начинает происходить приверженность всех вовлеченных в этот процесс это два кадоновых кольца огня и воды вот это вот группка один первый второй ключ восьмой четырнадцатый они образуют пары и они находятся в одной колонии в дизайне то есть там происходит вот это вот но все происходит между джи и сакральным центром между вот этими нижними воротами отклика четырнадцатый откликается в какое-то направление сжигает все не нужно заходит ресурс он начинает питать и крест любви и крест сфинкса начинает питать и направление всех и не знаю назовем это любовь к себе и внутреннее направление и захватывает все колесо тем самым четырнадцатый очень очень важный и вот принцип понимания того как они функционируют особенно у их носителей он будет невероятно важен в пост-2027 году сейчас потому что это то как пента функционирует без четырнадцатых ворот нету пенты нечего трансформировать нечего креативить нечем делиться нечем управлять четырнадцатый приносит туда все и приносит они только через свежесть и легкость когда они вдруг просыпаются к этим двум элементам что обычно происходит что я вижу происходит с четырнадцатыми воротами у людей как генераторского типа так и других людей это такое сознание бедняка то есть это такая энтропия это солнце оно думает что он не может быть щедрым и вот с каждой такой мыслью с каждым таким отсутствием щедрости оно только сжимается 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 и вот эта энтропия она поглощает энтропия желания то есть как происходит происходит энтропия и поверхностное движение четырнадцатый начинает очень много двигаться очень много инициировать вместо того чтобы откликаться и эта энтропия внутри сжимается увеличивается а вот этот огонь разгорается за счет этого как будто от плотного такого ядра он начинает еще больше полыхать теневым пространством желания поглощения или вот такая это реактивная природа и репрессированная природа это как бы энтропия схлапывается и огонь гаснет просто у меня ничего нету у меня нечем делиться эти люди не присоединяются к группе никакой они как бы остаются одни и у них нету просто среды на отклик нету среды в которой бы этот отклик возник это бы солнце проснулось они всю жизнь живут как бы в неведении того что у них вообще что то есть и что самая главная иллюзия это то что 14 думает что это они обладают на самом деле они как некий магнит мощный как тележка который может это золото начинает сыпаться то есть это золото они как телега который может насыпаться золото они как бы манифестируют и ричард говорил в своем одном видео аудио про золото и это та ситхи которая действительно может материализовывать то есть то есть люди какие-нибудь баба которые материализовывают любые предметы или истории иисуса когда он как бы умножал материальное и это то что случается это может ситхи открыться то есть это действительно увеличение ресурса из ниоткуда и вот когда 14 поймут что это а где у меня у меня нечего как только они как бы сдадутся вот этой щедрости пространство понимая что через них будет приходить когда они доверятся этому знанию вдруг начнет что-то как вот этот тор это колесо этой телеги начнет движение такой механизм он очень странный индивидуальный ключ вроде как я должен двигаться в индивидуальном направлении самоусиливаться но это самоусиление происходит через то что я позволяю откликаться себе вместо инициирования иначе происходит энтеропия поверхностных движений и тогда я начинаю видеть как реальность иначе начинает циркулировать вокруг меня вот такой вот интересный индивидуальный но немножко отличается от других индивидуальных ключей потому что в нем содержится как бы все ресурсы и в том числе самая как бы жесткая меланхолия от этого потому что меланхолия связана с материальным она гораздо сильнее чем меланхолия связана с ну одно дело быть грустным в роскоши другое дело быть грустным как бы еще и за пределами ну то есть какой-то реальной энтропии внешней и вот такая игра игра теней игра того как работает ресурс игра того как я сдаюсь служению целому вот этот механизм понимание как это работает и тень компромисса внутреннего или внешнего это то что 14 мне придется научиться что я чаще всего вижу люди приходят путают решения принятое решение принимают как бы жертвы принося внутреннее для внешнего типа я не останусь со своим партнером лучше я съезжу куда-нибудь и вроде как я самоусиливаюсь через поездку но в то же время внутри происходит некий компромисс что я кого-то ранил я как бы создал некую дыру в отношениях и это внутренний компромисс который мне потом придется иметь дело либо я приношу в жертву внешне но я не трескаю что ли свое сердце я не раню кого-то во имя так называемого самоусиления а я остаюсь человеком по его желанию то есть тут начинает вот этот огонь он начинает быть способным плавить любые вот эти вот ложные представления о том что такое самоусиление и мое направление и начинает плавить вот этот что в этот раз с чем я кажусь в компромиссе с внешним или с внутренним и вот начинает все потихоньку за счет этого огня и легкости все вставать на своих местах потому что человек в даре легкости он легко останется своим партнером и скажет сходим в другой раз а человек у которого есть желание ему очень сложно будет остаться в скуке остаться со своим партнером который типа не знаю не захотел идти хотя мне не очень нравится пример Ричарда но вот он любит приводить часто отношенческие темы связанные с приверженностью вот его любимая тема мне кажется 59 29 интимность и приверженность но это хороший яркий пример того как работает компромисс и того как может элемент огня исцелить этот внутренний компромисс энтропии и желания через легкость через свежесть покажу вам просто вот эту линейку где мы находимся относительно фуши мы начали четверть как бы например второй ключ начинает слева направо мы движемся четверть цивилизации как бы слева направо от второго к двенадцатому здесь же мы начинаем четверть здесь мы были в закончилась она уже я уже забыла сорок четвертый где он у нас вот он мы здесь мы как бы прошли элемент ветра закончили в сорок четвертом и вот так вот взяли перепрыгнули сюда и начинаем справа налево и движемся уже от первого к одиннадцатому то есть то что мы сейчас насоследуем с этим элементом с целом с элементом небес и в движении это на самом деле как ни парадоксально одиннадцатый ключ то есть мы к нему выходим мы выходим к некому балансу то есть это то чем закончится эта четверть одиннадцатый ключ это то как бы как раскрывается потом первый ключ первый ключ потом раскрывается вот этим не компромиссом а балансом Инь и Ян Чистый баланс Ини-Ян-Ладзинском ключе – это тема света, идеализма, либо затемнения. Потому что затемнение, потому что верхняя траграмма – земля, такая темная, иньская траграмма, поэтому затемнение в теневой чистоте, иллюзорное затемнение этой землей, но внутри остается этот же свет. Это некий баланс идеализма, и тема света, она вот светит сквозь все это. То есть это не просто энтропия или красота и свежесть, это тема света, тема небес, это тема вот этого огня, но огня не вот этого элемента, а огонь как свет, и свет как огонь. И вот 14-й нам раскрывает вот этих как бы два протоэлемента огня, как янского принципа сознания, как света внутри формы, и огня, который элемент, который сжигает, который… Это не светящийся огонь, да? Свет и огонь – разные принципы. Свет – это созидание, огонь – это разрушение, это поглощение, это трансформация, это алхимия. И вот мы находимся в теме света, в теме созидания, в теме исцеления принципа мужского принципа, который чувствует свою затемненность иньским принципом и не выходит, вообще никогда не рождается. Вы видите, что верхняя треграмма 11-го ключа – это земля. То есть это как бы свет, который как будто никогда не может разродиться, родится янский принцип, который никак не может проявиться. Но на самом деле свет, как мы видим в 11-м ключе, проявляется через восприимчивость. Это то, чему мы учимся. Мы как бы учимся, идем сквозь все верхние различные элементы – гром, ветер, воду, гору, чтобы прийти к этой восприимчивости. И это удивительное движение, потому что здесь мы как бы восприимчиво-восприимчиво-восприимчиво и движемся к свету в 12-й ключе прямое зеркало 11-го. И как бы учимся из этой восприимчивости становиться светом. Здесь же наоборот, мы в этом янском, начинаем с этого янского мощного начала и учимся восприимчивости. Учимся того, что этот свет живет только в форме. Учимся быть светом в форме. Не просто светом, не просто идти в духовные реалии, манифестировать, фигачить свет, а понимать, что свет живет в форме. И вот одно из принципов, которые учат 14-й ключ, что чтобы прийти к свету в форме, здесь, к идеализму, мы должны научиться сжигать, мы должны научиться алхимии, мы должны научиться того, что такое ресурс и как работает тема огня в этом ресурсе. Вот какое-то концентрированное сейчас запулилось. Была открытая встреча, я успела немножко разговориться.